Здравствуйте! В эфире Национального телевидения еще ваша информационная программа «Республика». С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Представительницы прекрасной половины человечества принимают поздравления. Их чествуют не только родственники, коллеги и друзья. Сегодня немало обаятельных, привлекательных и успешных женщин пригласили на торжественную церемонию в Дом правительства. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Двери этого зала под стеклянным куплом Дома правительства открываются только по особым случаям. И один из таких – Международный женский день. Каждый год накануне 8 марта здесь чествуют лучших представительниц прекрасной половины человечества. Сегодня в списке нагорожденных более 30 человек. Преподаватели, воспитатели, врачи, актеры, работницы заводов. Они такие разные, но их всех объединяет одно. Эти женщины – преданные жены и любящие мамы, для которых семейные ценности – значит многое. Я ответственно заявляю, приоритет государственной политики – воспитание достойных граждан, настоящих патриотов России. От этих ключевых параметров практически зависит дальнейшая судьба и России, и регионов Российской Федерации. Без вашего участия не обходится ни одна сфера деятельности. Вместе с вами мы развиваем реальные секторы экономики, социальную сферу, как образование, науку, здравоохранение, культуру. Сегодня в этом зале присутствуют женщины разных профессий и специальностей, трудом и преданностью которых создается слава Чувашии и нашей любимой России. Все они – профессионалы своего дела. Оксана Масолова на протяжении 25 лет спасает жизни. Она работает кардиологом на Учебоксарской больнице и называет себя потомственным медиком. Ее труд оценили высокой наградой – званием заслуженного врача республики. Почему кардиология? Ну, это одна из самых тяжелых и благодарных профессий. Благодарных в плане того, что ты реально видишь, как человек, который был в секунде от смерти, при оказании нашей помощи, он оживает, возвращается к нему здоровье. А Галина Иванова сегодня стала заслуженным работником культуры Чувашия. На протяжении многих лет она руководит народным театром в Урнарах. Говорит, что спектакли их коллектива проходят с аншлагом. Наверное, в последнее время сериалы все надоели, все ходят, мы выезжаем, все время народным театром, местные сельские клубы, народ выходит. Ирина Евграфова удостоилась благодарности главы. За многие годы работы в историческом архиве республики она исследовала десятки тысяч документов и опубликовала уникальные сборники. Самое главное, наверное, то, что мы охраняем, сохраняем историко-культурное наследие всей нашей республики, населяющих здесь народов. В нашем архиве, государственном историческом архиве Чувашской республики, на данный момент хранится более 1 миллиона 200 тысяч единиц хранения. Всего накануне 8 марта в Доме правительства вручили 37 наград. Виновницам торжества глава республики пожелал трудовых успехов и любви. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. Сегодня, пожалуй, весь день пронизан настроением предстоящего праздника. К нам в рубрику «Мобильный репортер» прислали видео с поздравлением женщин-водителей. На видео, которое попало в распоряжение нашей редакции, видно, как сотрудники отделения БИБДД по городу Новочебоксарскую и представители редакции одной из газет вышли на улицы города Спутника. Завтра такая же акция пройдет в столице республики. Что изменится в законодательстве о капитальном ремонте? Насколько вырастут штрафы по административным правонарушениям? Какие муниципалитеты получат деньги из федерального и республиканского бюджетов и на что? Об этом шла речь сегодня на заседании Кабинета министров. Жители многоквартирных домов, которые копят средства на капитальный ремонт, на специальном счете знают, что владельцы этих счетов должны ежемесячно отчитываться перед жилинспекцией. Изменения в законодательстве уточняют, какие сведения должны предоставлять владельцы счета, в каком порядке и какие сроки. Вся информация позднее появится на сайте госжилинспекции Чубаши. Вносятся изменения для прозрачности денежных потоков, пояснил исполняющий обязанности министра строительства Владимир Максимов. Об изменениях в законодательстве продолжила говорить министр юстиции Наталья Тимофеева. Ее ведомство сейчас уполномочено рассматривать нарушения в области использования объектов нежилого фонда. И наказание в Чубаши сейчас ниже, чем предусматривает КААП Российской Федерации. Настоящим проектом закона предлагается за нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, то есть распоряжением объектом государственной собственности без согласия Минюсту Чубаши как уполномоченного органа, размер ответственности с 1000 до 1500 рублей увеличить до 4000-5000 рублей. Михаил Игнатьев отметил, в соседних регионах, например, Татарстане, штрафы в разы больше. Так что более жесткий порядок должен уменьшить количество нарушений. О средствах на развитие села говорили два министра. Профильный Сергей Артамонов о деньгах, которые распределят между муниципалитетами на комплексное обустройство площадок под жилую застройку. На создание территории со всей необходимой инфраструктурой, электричеством, подведенным водопроводом, газом, дорогами направят 11 миллионов 800 тысяч рублей. Построить там дома смогут 120 семей. Глава Чубаши подчеркнул, землю там должны получать действительно труженики села, а не те, кто планирует обогатиться за счет перепродажи. Константин Яковлев говорил о распределении средств на поддержку в сельской местности культуры. На укреплении материально-технические базы, оснащение оборудования детских школ искусств, также подключение общедоступной библиотеки сети интернет и развитие системы библиотечного дела, также выплаты денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, общей сложности более 4 миллиона рублей. Из федерального миллион четыреста с лишним с республиканского бюджета выделено. Михаил Игнатьев уточнил, по какому принципу выбирались учреждения для поддержки и отметил, деньги небольшие, но стимул сотрудники культурных учреждений должны получить. Ольга Пыречкина, Андрей Шоклев, Республика. По данным национального рейтинга прозрачности закупок среди субъектов Российской Федерации, по итогам прошлого года Чувашия вошла в группу с высокой прозрачностью закупочной деятельности. Одним из главных критериев при этом является бюджетная эффективность. У национального рейтинга пять групп прозрачности. Гарантированная, высокая, средняя, базовая и низкая. По данным рейтинга, за прошлый год Чувашия заняла шестое место среди регионов, включенных в группу с высокой прозрачностью закупочной деятельности. В первую очередь эффективность системы госзакупок в Чувашии обеспечили централизованные торги, когда проводят совместные аукционы для большого количества заказчиков. Таким образом легче сформировать единый подход по формированию начальной максимальной цены контракта. Так, в ходе проведения совместных аукционов по лекарственным препаратам за 2016 год бюджетно-эффективность составила 12%, сообщает директор ресурсного центра обеспечения госучреждений здравоохранения Ирина Луценко. В Парецком районе активно готовятся к проведению Дня Республики. На расширенном заседании Руккомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий утверждена официальная эмблема праздника. Она передает главную идею – в семье, единое, в мире и согласии. В ее основе две девичьих фигуры в чувашском и русском национальных костюмах, кружащиеся в хороводе. Они символизируют общенность культур двух народов. Над женскими фигурами располагаются три звезды этой символы – согласия, счастья и солнца. На заднем плане – географическое очертание Парецкого района с годом празднования Дня Республики. В эмблеме используются цвета флага чувашии – желтый и красный. Есть и небесно-голубой цвет, символизирующий нежность и мягкость, солнечный небесный свод. День Республики в Парецком районе пройдет под символом единства народов и сохранения национальных традиций. Банк ВТБ и Чувашия могут наладить сотрудничество на основе государственно-частного партнерства при строительстве школ в Чувашии. Об этом говорили на встрече глава Чувашия Михаил Игнатьев и председатель правления банка Андрей Костин. Также обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества Банка и Республики. Андрей Костин отметил, что Чувашия – динамично развивающийся и инвестиционно привлекательный регион. Сегодня ВТБ – финансовый партнер предприятий всех ведущих отраслей экономики Республики. Расширяем границы. Национальное телевидение и радио Чувашии начали тестовое вещание в «Спутнике». Где теперь будут смотреть наши передачи и как настроить канал с уже узнаваемой «желтой звездой»? Подробности в следующем материале. Официальная дата выхода национального телевидения на «Спутник» – 8 марта. Но тестовая трансляция эфира началась задолго. Программы нашего канала уже доступны жителям других регионов. Для уроженцев Республики это долгожданное событие. На нашу редакцию обрушился шквал звонков, электронных писем и видеороликов со словами благодарности. У нас регион Урал идет, в Тельницкой области, в Увате. И вот я там смотрела концерт. Так неожиданно было. Ну, в общем, очень приятно. Это непередаваемое ощущение. Как будто своих родственников видела на родном языке. Такие песни, сами старые песни. Лет 40, наверное, прошло с тех пор, как я их услышала тогда еще. Ну, непередаваемое ощущение вообще. Здравствуйте! Даже не знаю, как описать эмоции. Сижу на работе в лесах Антамансийского автономного округа. Я работаю здесь на скважине. Переключаю телеканалы и вдруг вижу. По триколору показывают Чавашьень. Приятно удивлен. Ничего не сказать. Как дома побывал. Приятно увидеть и услышать вдалеке от родины родной язык. И чем живет родина. Надеюсь, канал будет процветать. Теперь национальное телевидение Чувашии доступно жителям всей республики, включая небольшие деревни и села и европейской части страны. Через спутник программы телеканала можно смотреть на территории от Калининграда до Тюменской области. Количество абонентов превышает 8 миллионов человек. Мы давно ждали этого события. И вот в преддверии 8 марта кажется, что прям подготовлен для нас праздник, именно для женщин, как подарок. Теперь мы можем смотреть национальное телевидение Чувашии не только через интернет, но и через спутник. Мы написали об этом в нашей газете. Люди очень обрадовались, звонят, делятся радостными отзывами, покупают спутниковые тарелки. Теперь не только Казань, но и жители других городов могут смотреть программы на родном чувашском языке. Итак, национальное телевидение Чувашии вещает на спутниковой платформе Триколор ТВ на 823 кнопке. Там же на 36-й позиции в списке радиопрограмм можно услышать и эфир национального радиочувашия. Настроить наши каналы просто. В разделе «Мастер настроек» необходимо выбрать оператора и настроить автоматический поиск. Список доступных телеканалов обновляется в течение 30 секунд. Вот наша небольшая инструкция. Национальная телерадиокомпания расширяет границы эфира. Одновременно расширяется и программная сетка. Зрителей ждет немало интересных проектов. Родион Архипов, Дмитрий Квалев, Сергей Адушкин, Республика. Чего хочет женщина? В предпраздничные дни мужчины пытаются найти ответ на этот вопрос в магазинах. Между тем решение лежит на поверхности. Подарки к 8 марта выбирала Дарина Игнатьева. Дорогая одежда для фотосессий, солидные иномарки для важных мероприятий и даже мужья на час для ремонта в доме. Что только не берут в аренду россияне. Новый стартап придумали питерские предприниматели. Этот букет из 101 розы тоже можно взять в аренду. В качестве подарка себе любимый к 8 марта. Специально для тебя мы привезем шикарный букет из 101 розы. У тебя будет 10 минут, чтобы сделать столько фото и селфи, сколько захочешь. Стоимость аренды вместе с доставкой – 1000 рублей. Дополнительно можем сфотографировать в салоне представительского авто – 500 рублей. Огромный букет цветов и куча виртуальных лайков на зависть подруга. Неужели об этом мечтают женщины в преддверии 8 марта? Мнения женской половины редакции разделились. Цветам быть и в празднике, и без повода. Рассказали одни – внимание гораздо важнее и дороже любого подарка. Не согласились другие. Чтобы внести ясность, мы провели опрос в одном из торговых центров столицы. Мы задали девушкам один-единственный вопрос – какой подарок вы хотели бы получить завтра? Цветы, конечно, всегда хочется получать. Не только по праздникам. Кофе в постель. Завтрак, ужин, обед. Куда-нибудь провести вечер, сходить в кино. Парфюм. Я очень люблю парфюм. Без разницы, какой подарок. Главное, чтобы человек уделял себе внимание. Казалось бы, ничего необыкновенного. Именно такой набор пожеланий кочует из опроса вопрос. Интересно, знают ли о нем потенциальные дарители. Хотел цепочку купить, но потом передумал. Подарю, наверное, цветы, как обычно. Цветы. Цветы. А может быть, какой-то приятный сюрприз сделать, чем-то помочь по хозяйству. Как вы считаете, такой подарок оценит вашей женщине? Оценит. Сделаем с утра что-нибудь приятное. Приготовим. Уберемся. Что, чтобы весь день помогать маме и бабушке? Цветы купить проще. То ли не там искали настоящих романтиков, то ли действительно век рыцарей прошел. Одно, можно сказать, наверняка. Наши девушки не ждут от своих любимых огромных букетов и дорогих подарков. Как это не банально, самым ценным подарком остается внимание. Привести этот день вдвоем, освободив любимую от домашних дел. Подарок недорогой, но желанный. Каким будет 8 марта в этом году, зависит только от вас, наши дорогие мужчины. Дарина Игнатьева, Андрей Шоклев, Сергей Адушкин. Республика. И как видим, большинство женщин и мужчин все-таки стараются соблюдать главную мартовскую традицию. Полезные советы в следующем сюжете. Для большинства мужчин праздник 8 марта – это стресс. Что подарить, где купить, а понравится ли подарок – самые частые вопросы, возникающие в голове сильной половины человечества. Но каким бы ни был подарок, обязательным дополнением к нему считается букет цветов. В новом проекте национальной телерадиокомпании «Чуваши» «Будильник шоу» флорист Юлия Чащина поделилась секретами создания праздничного букета и рассказала о том, какие и кому букеты дарить не стоит. Юль, кому такой букет дарить? Для кого? Скорее всего, это букет для молодой девушки. С откусом? И замужней, мне кажется, да? Может быть, да. Только из-за того, что он очень легкий, воздушный. Но я всегда говорю, не нужно лишний раз женщине говорить о ее возрасте. Если женщина в 60 лет дарит ей 100 роз бордовых, ну для чего? Есть ли какие-то все-таки ограничения? Когда тебе нравится какой-то букет, вот его нельзя дарить тому человеку? Или все-таки это все условно? Я думаю, что это все условно. И про желтый цвет это тоже все условно. В Чувашии продолжает развиваться внутренний туризм. Открываются все новые и новые экскурсионные маршруты. Школьники привыкли к живым урокам и с нетерпением ждут новых приключений. Так ученики 4-й гимназии отправились в питомник хаски. Многие чебоксарцы не подозревают, что в 10 минутах езды от города в деревне Тепсирма находится питомник сибирских хаски. Здесь живет более 20 собак, и они уже привыкли к постоянным гостям. Хаски есть чем удивить и детей, и взрослых. Они никогда не кусаются, умеют танцевать и даже лают по команде хрипловатым голосом. Хрипло. Есть такое слово в английском языке. На английском это слово звучит как хаски. Вообще хасок вывели эскимосы. А эскимосов раньше называли эски. Эски, хаски очень похожи друг на друга, так что, возможно, эта порода называется от имени того народа, который их вывел. Тут же бегают эски, мосики, переодетые школьники. Чтобы информация запоминалась лучше, для них придумали множество игр. Например, как можно скорее повесить на шею чемпионов медали. Настоящие награды хаски занимают отдельный дом. Алексей Самсонов завел первую собаку 5 лет назад, но уже успел выиграть множество гонок. Кстати, человека, который управляет упряжкой собак, называют каюром. За день упряжка из 6-7 хаски может пройти расстояние 100 километров. То есть, теоретически, к вечеру мы можем быть уже в Йошкороле. Но я не буду загружать эту дружную команду и прокачусь только один круг. Впереди упряжки бегут самые умные собаки, которые быстро понимают команды каюра. Ближе всего к саням – силачи-тягачи. Хаски тренируются каждый день. Если не в упряжке, то на специальном тренажере. Работать со скоростью 30 километров в час на беговой дорожке человек бы не смог, а собаки справляются. Очень хочется, чтобы дети выезжали чаще, общались с животными, бывали на свежем воздухе. Дети очень мало бывают на свежем воздухе. К сожалению, обычно учебники, телефоны, все заняты. Я уверена, что дети, которые приезжают сюда, уезжают отсюда с положительными эмоциями, радостные, довольные, счастливые. Кроме педагогической работы, хаски активно участвуют в общественной жизни города и республики. Например, в этом году именно они открывали лыжню России. Мария Шоклева, Олег Якимов, Республика. Чувашская спортсменка Лана Прусакова завтра стартует на чемпионате мира по фристайлу, который будет проходить в испанское Сьерра-Неваде. Лана выступит в самой молодой дисциплине фристайла – слоуп стайли. Тренер сборной команды России ожидает от нашей спортсменки достойный результат. Она восстановилась от травмы и в Испании сможет пройти тренировки на больших трамплинах. Всего в слоуп стайли выступят три представителя России. Напомню, Лана Прусакова – чемпионка России и победительница юношеских Олимпийских игр. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Пану, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Если вы решили сделать ремонт, тогда отправляйтесь в торговый дом «Юрат». Компания располагает собственными торговыми и складскими комплексами, что позволяет удовлетворить любые запросы покупателей. Сегодня мы решили посетить четвертый корпус торгового комплекса. Он представляет собой три этажа. На первом этаже представлена керамическая плитка, мозаика, керамогранит, а также сухие строительные смеси. Здесь же дизайнеры могут разработать проект вашей квартиры, что позволит, не выходя из павильона, оценить сочетание цветов и рассчитать общую стоимость вашей покупки. Переходим на второй этаж. Для удобства здесь работает лифт. Представленный здесь ассортимент доказывает, что ремонт может быть недорогим и качественным одновременно. Сантехника, мебель для ванных комнат, ванны, душевые кабины, унитазы, раковины, биде. Обои и оригинальные предметы интерьера. Все для ремонта и благоустройства вашего дома. Многие представляют компанию «Юрат» как электротехническую, что у нас продаются лампочки, люстры, провода. Мне бы хотелось немножко разрушить этот стереотип, потому что компания «Юрат» – это очень многопрофильная компания. У нас более 150 тысяч номинований продукции на сегодняшний момент. И каждый год этот ассортимент расширяется и растет. А буквально в этом году мы открыли салон модной сантехники, где самый изысканный покупатель может найти все самое необходимое, интересное, последние бренды всех европейских компаний. Отдел модной сантехники, расположенный на третьем этаже, может утолить самые тонкие и изысканные вкусы покупателей. Дизайнерские новинки и модернизированная классика – все в одном месте. Ну а снять усталость и взвесить решения о покупках можно в специальной зоне отдыха для посетителей. Здесь все для вашего комфорта. Делайте покупки с умом, открывайте новые и создавайте свой стиль вместе с торговым домом «Юрат». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова